Ты еще и философ? Шестое чувство, да, доктор? Нам необходимо в любую секунду сняться отсюда, еще глубже в тайгу. Вот о чем я думаю по ночам, когда ноет Бог. Уйти заблаговременно, заметая следы, главное тихо, неслышно, спокойно. Лучше тебе не знать, что у меня творится здесь. Мысль моя работает напряженно, но будто ощупью вроде прислушивается. Самое главное сейчас состоит в том, что люди должны верить мне, верить в то, что я давно уже имею безошибочный план спасения, вернее, победы. Сейчас мне необходимо одно и самое главное, вера! Я понял тебя. А ты ж каким назист, которому задали задачу с несколькими неизвестными? У тебя нет никакого плана? Всегда читаешь мои мысли, доктор. У меня действительно нет никакого оперативного плана. Зато я оброс хозяйством, кухонными котлами, кадушками, сковородками, дезертирами из чужих отрядов. Народ разленился. Спит больше, чем полагается, даже в караулах. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Мне стыдно признаться, я боюсь сдвинуть с места всю эту громоздкую махину. Боюсь сделать опрометчивый шаг. Тебя трудно советовать? Ты же редко ошибаешься. Я знаю. В ближайшие сутки я не двинусь с места, буду ждать, что привезет Канунникова из города. Его сообщения многое решит. Буду ждать. Я буду ждать, доктор. Вот иметь Ильиса. Люк на помине. Я поздал? В самый раз. Здравствуйте, командир. Рассказывай. Плохие новости. Разбит суховик Ковтун. Японцы ударили на известку по главным партизанским силам. Окружились флангов. Огромные потери, полное поражение. Сам суховей ранен девятью пулями, прячется где-то в районе Ханихезы. Думаю, ему недолго осталось. Теперь вечер конец всему. А, молодые люди. Со свидания, небось, да? Прикурить не найдется? Настроение бодрое, без дела шатаетесь. Шатаемся, верно, Чешка? А чем прикажете заниматься? Вы ничего не предпринимаете? Вот мы и шатаемся. Что будем делать, а? Это не птичьего ума дела. Что будем делать, Левенсон? Спокойно. Здорово, коронник. Ну, рассказывай, счастливчик. Ни черта его не берет. Ну, послухаем-то, Берич, чем ты нас обрадуешь. А что, радовать нечем. В городе провал и Пахомов в тюрьме. По Владимиру Александровскому и на Ольге японский десант. Весь сучан разгромлен. Единого партизанского командования больше не существует. Закуривай, ребята. Табак дело. Не важно. Нет, ничего, ничего. Письмо кто писал, Седых? Вон. Заметно. У него все по разделам. Раздел четвертый, очередные задачи. О, трянь, табак. Дай-ка прикурить. Вы там среди ребят не тряпитесь насчет десанта и прочего. Трубку купил мне? Отходящей не было. Понятно. Значит, пишет Седых много разного вот суть. Самое важное, что требуется сейчас от партизанского командования, это сохранить хотя бы небольшие, но крепкие, дисциплинированные боевые единицы, вокруг которых впоследствии... Бакланов? Я. Позови-ка ночхоза. Вокруг которых впоследствии... Что во втором косьме? Позови ночхоза. Есть. А это от жены. Ну что же? Будем делать все, чтобы сохранить отряд, как боевую единицу. Как этого добиться? В этом вся загвоздка. Дядя Кубрак, тебе слово. Ну что же, я так думаю, главное сейчас голову не потерять, на панику не поддаться. Тут нам днями такое наплели. Кажись, теперь еще ноги в руки и беги, не оглядывайся. У Колчака сила, конечно. У японцев тоже, а только мы и мы, ни лыком шито тоже кое-что можем, не разучились. Удирать при первой опасности нам не гоже. Укрепиться здесь. Продумано, умело. Чего ты у меня бок заныл? Чего? Бок, я говорю, заныл прямо на Казани. Ну, это месяц тебе отдыху и как рукой сей. Правда? Ну, мне у самого так было, молоком вылечил. Вон Гончаренко знает, скажи Гончаренко. Скажу сперва я. Ну, потом, потом Гончаренко скажет. Оставить населенные пункты. Уйти заблаговременно и перебазироваться в лес, чтобы ни одна душа не знала, где мы и что мы. Уйти, чтобы сохранить отряд, как боевую единицу. Тебе-то, может, легко. Тебе-то, может, здесь ничего не держит? Твой дом от Селева не видать. Хватит, дядя Кубрак. Чего ты? Хватит. Командир ты заслуженный, старый, опытный. Ну? На ума в твоих речах не наблюдаю. Отче, дядя Кубрак, своя рубаха ближе к телу, не интерес и дело. А то не лайся, а то, знаешь, я говорю, здесь укрепиться сил у нас достаточно. Да и мы, да, здесь зараз мокрое место сделаем. Хватит. Хватит еще. Стоп, крышка. Пора забывать про бабий потол, дядя Кубрак. Да здесь нас, как курят, сказано, стоп, крышка. Тише, тише. Ты устанешь скоро. Ну вот, теперь говори. Ежели в тайгу так, чтобы нас ни один черт не мог достать. Нам больших расстояний бояться нечего. Как следует подготовиться и двинуть так, чтобы всем святым на небе жарко стало. Вот правильно. У него котелок варит. Давно ли табун гонял в ночное? А годика через два, глядишь, всеми нами командовать будет. Не делится, верю. Ну, так куды ни ткнись, одни наполивоны. А японцы, как хотят, нам задницу мылют. Добрый вечер. Олег, утро уже скоро. Звали? Да, нам надо уходить отсюда. Как? Как уходить? Совсем? Да, совсем далеко, быстро. Все ли у вас готово? Слово на очхозу. Ну, а я-то что, за мной дело не станет ехать сейчас. Только вот провез, надо сказать. Мокрый вез. Беда, одна сырость от него. Ну, вот опять же, вьюки рваные. Про лошадей надо сказать еще, да? Нет, лошади-то они, в общем, хорошие, но только вот больных много. Так, они, в общем-то, конечно, здоровые, но вот всего овса им не поднять. Да, плохо дело, а. Ну, что же? Выходит, значит, хоз тоже против и считает эту передвижению вредной затеей. Поехали. Дуришь? Ну, я прощу седина в волосах. Ты чем думаешь, головой нет? Нет, ну, думаю. За дурака меня считаешь? Из 211 лошадей больных всего 4? Три. То-то вез, что в амбарах сухой, как песок. Мы видели, какая штука... Двигай, штука! В любую минуту быть готовым! Все! Бананом проверишь! Стыдно. Стыдно. Устяки, вьюки твои. А? Устяки? Да, ну, разве в этом дело? Ну, конечно, ну, что нам может помешать-то? Да если надо, хоть сегодня, верно, соберемся и... Вот, вот, вот это уже другой разговор. Иди, собирайся. Да. Что ж ты? Что ж ты? Да хитрый стерва, все знает. Ух ты, Ира, опять оружие не чистить! Ну, ладно, ладно! Лошадь, не пойно, паршами обросла! Лошадь, не пойно, паршами обросла! Пускай сменят! Я тебе дам! Сменят! Поездишь на это! На это я не буду! Пойду к Левенсону и скажу! Вово, поди, он тебе в Зак Перотов ставит без пенсии! Ты его еще не знаешь, поди! Почаще смазывать надо затвор-то! А то во, скрипит, как старуха! Да я смазываю, не знаю, что случилось! Ну что, вояка, жутко в тайге! Да нет, чего, привык уж! Привык, а вот я никак привыкнуть не могу! Сколько не езжу днем ночи, а все жутко! Да ты успокойся! Да не могу! Я все равно ухаживать за ней не буду, пусть подыхает! Вообще не боюсь его! Кубрак тупой, малограмотный человек! Ну, стоит ли обращать на него внимание? А я и не обращаю! Тогда, значит, скучаешь? Вот это другое дело! Мне тоже скучно! Поговорить не с кем! Интеллигентных людей тут мало! Разве только Левенсон! Да и он тоже! А что? Ты не такой уж образованный! Просто хитрюга! На нашем горбу капиталец всех составляет! Куришь? Так иногда балуюсь! Вот ты, небось, думаешь, что он храбрый, талантливый полководец! Все вы как дети! Ей-бог! Сами же себе это все и сочинили! Уверяю тебя! Ну, возьмем хотя бы конкретный случай нашего ухода! Вместо того, чтобы напасть на неприятеля! Прорвать кольцо! Залезли куда-то в трущобу! Блуждаем здесь чаще! Из высших! Видишь ли, стратегических соображений! Куда мы идем, но никто! Никто не знает! Один он знает! Смешно! И не скучно без Курева! Табак дело, как сказал бы Канунников, есть у нас такой отличный разведчик! Вот не знаю, пробрался ли он в город давно от него везти и нет! Так ведь можно еще кого-нибудь послать, если Канунникова долго нет! Не думаете? А что? Могу свести, мне все знакомо! Да! А у вас в городе что, родные? Есть родные, но и не по этому! Нет, вы на меня можете положиться, я не раз перевозил секретные пакеты! Максималистов! Тогда я думал, что это все равно! То есть как все равно? С кем не работать! А теперь? А теперь меня как-то сбили с толпу! Нет, не думаю никого посылать! А вы знаете, почему я с вами об этом заговорил? Только не думайте обо мне плохо, ничего не скрывая, буду с вами совсем откровен! Просто мне кажется, что я никуда не нужный и негодный партизан! Просто будет лучше, если вы меня отправите! Я же действительно ничего не умею! А теперь мне кажется, что ничего и не понимаю! Я ни с кем здесь не могу сойтись! Я ни от кого не вижу поддержки, что в этом я виноват! Ведь был в боях вместе со всеми, я даже был ранен, вы знаете! А сегодня мне показалось, что я больше вообще никому не верю! Ни единому человеку! Хотя, знаю, сильнее был бы, да, меня бы слушались и боялись! Потому что здесь вот каждый только с этим считается! И каждый, каждый смотрит только за тем, как бы набить себе брюхо! А до всего остального никакого дела нет! И я уверен! Уверен! Вот попадя они к Колчаку, точно так же служили бы ему, а я не могу! Не могу! Потому что пришел сюда ради великой идеи освобождения народа! Красивые слова Свобождение народа Это красиво Ты, парень, такой наговорил Сразу не проворотишь Значит, каждый, говоришь Смотрит только за тем Как бы набить себе брюхо Погоди, парень Всего свой черед Теперь я скажу Значит, ты пришел сюда ради идеи А не так С пьяну, с дуру, со слепу Верно? Тебе кажется, что идея Это некое привилегие образованности Жаль Великая социальная идея Та, что движет нами глубоко, органично Нарастает не из одной головы Даже самая умная И всего человека Из лучшего его большинства И всей его жизни Нельзя Такую идею носить Как парадный костюм Поносил и на гвоздик Они свою идею На гвоздик не повесят Она всегда с ними В их венах В их крови И они умирают за нее Если бы не было Этой великой идеи Если бы они не видели В ней своей единственной Жизненной цели Они бы не стали Переносить и делать То, что они переносят и делают Не шли бы на смерть Гулаханскую тайгу Они бы искали другой жизни Безопасной и тихой Они идут 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 Но вы не хотите меня понять Хочу Запомни, парень Запомни Революция у нас Непридуманная Кем-то сочиненная Красиво обернутая В души спасительные Речи и прокламации Нет Нынешняя революция Это величайшая Насущная потребность Великого народа Который не может И не хочет жить по-старому Человек слабый Человек смерти А живой человек Как говорится Со всяченькой Поэтому несправедливо Обвинять его за то Что он устал Хочет спать Раздражен неудачей Все это так Но эти мелочи Не могут застанить В нем главного Хорошо Хорошо Что главное по-вашему Главное состоит В том Что люди больше Не хотят Свои душевные Физические силы Тратить ради Красивой И удобной Жизни меньшинства Люди хотят Жить просторней Цветлее Цветлее Чище Нельзя Нельзя говорить Об идеальном Прекрасном Человеке Пока миллионы Всю свою жизнь Ложатся спать Голодными Трудятся на других Живут такой первобытной Такой немыслимо Скудной жизнью Запомни Запомни парень Если хочешь Остаться с нами И победить Запомни Дело наше Святое Народное дело И несем мы На своих стертых И израненных плечах Великую миссию Истории И другого пути У нас нету Нету Путейного Что там впереди Командир Тудовакская долина Богатая земля Простор И путь свободен А вышли все-таки Жаль вот только Ефимка И Дубов Бакланов Метелец Не Чапаева Морозко Пролу Сташирский И многие другие Наш товарищи Остались позади Навечно Что ж ты плачешь Командир Тебе не пристало Что ж ты молчишь Скажи нам Хоть что-нибудь Командир Мы дрались Как умели И не всегда побеждали Нас били Вражеские полки Нас хлестали Решетили Неприятельские пули Мы прошли Трудный И кровавый Путь В этом Жестоком мире Мы познали Горечь поражения Но совесть Наша чиста Мы прошли Сквозь разгром И сохранили То Ради чего Ради чего Стоило идти На наши Бесконечные Жертвы Мы всего лишь Горсточка Усталых Голодных Израненных Людей Но мы Сохранят Сохранят Память О нас Надо жить И выполнять Свои обязанности Красиво Сказал Дьявол Умеет Командир Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова